Ко временам Иисуса Христа в иудейском обществе сформировался многослойный элитарный пирог, состоящий из купцов, крупных землевладельцев, приближенных ко двору Ирода богатых еврейских князей, высокопоставленных военных и видных административных чиновников. Кроме этого, неотъемлемой частью иудейской элиты, составлявшей могущественное крыло общества, являлась храмовая аристократия, к которой в первую очередь относились первосвященники и члены Синедриона, фарисеи и саддукеи. О фарисеях и Синедрионе я на заре канала уже делал обзоры, а вот конкретно о саддукеях говорить не приходилось. Именно саддукеи в первом веке являлись самой влиятельной религиозной силой в Иерусалиме, и сегодня мое внимание будет сосредоточено на них, хотя я буду постоянно их сравнивать с фарисеями для понимания полноты евангельского контекста там, где мы с ними встречаемся. Это религиозное ответвление сформировалось еще во временах Османеев во втором веке до нашей эры, но откуда появилось слово саддукеи? Есть мнение, что происхождение наименования уходит к священнику по имени Садок, который жил во времена царя Давида. Этот Садок был потомком Елизара, сына Аарона. В 48 главе книги Иезекииль бог устами пророка сообщает, что священники, потомки Садока, во время массового отступничества Израиля сохранили веру в Господа и не преклонились перед идолами, как другие левиты. Есть и другое мнение, что слово саддукеи, возможно, связано с греческим сундикой, что значит члены совета, то есть саддукеи были советниками при хосмонейских правителях, но эта версия лишь гипотеза. В Новом Завете мало сообщается о саддукеях, лишь 14 упоминаний об этой группировке, в то время как о фарисеях более 100. Саддукеи происходили из богатых священнических семей. Их фракция в Синедрионе по числу мест превышала фарисейскую. Иерусалимский храм контролировали не фарисеи, а саддукеи. Чаще всего первосвященников выбирали из саддукеев. Анна и Каяфа, скорее всего, принадлежали к их партии. Саддукеи управляли всеми священодействиями и ритуалами в храме, а также контролировали храмовую казну, в которой накапливались огромные суммы пожертвований и сборов. Эти средства использовались для поддержания их политического и религиозного влияния. Богатство храма не принадлежало отдельным саддукеям, но они, как элита, управляли этими ресурсами и получали привилегии от этого контроля. Несмотря на то, что их деятельность была связана с богослужебными культами, саддукеи были глубоко вовлечены в политические процессы страны. При римском господстве они обрели значительную власть, поскольку активно сотрудничали с римлянами и поддерживали их присутствие в Иудее, видя в этом возможность сохранить свои позиции и влияние. Саддукеи не противились римлянам и не возражали против тотальной эллинизации страны. Фарисеи, напротив, были менее эллинистическими и часто надеялись на мессию, который восстановит независимость. Присутствие римлян в стране не одобряли. Иродвеликий обе религиозные группировки не любил, а кого не любил, либо грабил, либо уничтожал. Но когда фарисеи снесли римских орлов, установленных у входа в храм, Ирод Архилай, сынок Ирода Великого, в ответ на это устроил массовую резню, в результате которой погибло 3000 фарисеев. Поэтому саддукеи сидели тихо. Власть саддукеев в основном ограничивалась Иерусалимом. Храм-то был их. Христос встречался с саддукеями только в Иерусалиме, в то время как с фарисеями он общался в разных местах. За пределами столицы, в народе именно фарисеи пользовались особым влиянием и положением. Ведь сами саддукеи были оторваны от людей и не пытались вникнуть в их проблемы. Фарисеи, как правило, не были священниками, а выступали в роли учителей. Они возглавляли движение, сосредоточенное вокруг синагог, которое подчеркивало важность святости и поклонения в повседневной жизни, а не только через обряды в храме. Благодаря своей учености и вниманию к нуждам народа, фарисеи пользовались большим уважением среди широких масс. В общем целом, саддукеи и фарисеи были религиозными и политическими противниками. Некоторые различия между ними нам известны из нескольких текстов Нового Завета, сообщений Иосифа Флавия и по сохранившимся писаниям фарисеев. В религиозном отношении саддукеи были более консервативны в том, что настаивали на буквальном толковании текста писания. Они отвергали устное предание фарисеев – галаху. Фарисеи же уравняли авторитет священного писания с устной традицией. В основном саддукеи признавали только пятикнижие – бытие, исход, левит, числа и второзаконие. Если саддукеи не могли найти заповедь в Танахе, они отвергали, как созданную человеку. Разные взгляды фарисеев и саддукеев на писание привели к их несогласию по многим доктринальным вопросам. Саддукеи отвергали учения о воскресении мертвых, тогда как фарисеи твердо верили в него. Они также отрицали загробную жизнь, считая, что душа умирает вместе с телом, в то время как фарисеи признавали ее существование и верили в награду и наказание после смерти. Кроме того, саддукеи не признавали невидимый духовный мир, в отличие от фарисеев, которые учили о реальности ангелов и демонов. При этом в противостоянии с религиозной аристократией Христос чаще всего сталкивался с сопротивлением со стороны фарисеев, а не саддукеев. Вероятно, из-за того, что именно фарисеи отдавали предпочтение устной традиции. Ибо вы, оставив заповедь Божью, держитесь предания человеческого. Как-то меня спросили, почему Христос не критиковал служение и жизнь саддукеев так же активно, как фарисеев? Потому что саддукеев Христос не интересовал до поры до времени, а основные претензии у Иисуса были именно к фарисеям, навязывающим новые придуманные ими обременения на народ. Те мнимые дела благочестия, которые, по их мнению, делали их особенно праведными перед народом и Богом. Тем не менее, Иисус из двух зол никак не мог выбрать меньшее, иначе он не был бы Богом. В Евангелии от Матфея сказано, «Как не разумеете, что не о хлебе сказал я вам, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской?» Тогда они поняли, что он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского. Саддукеи, больше сосредоточенные на политических вопросах, чем на религии, первоначально не обращали внимания на Иисуса. Однако их отношение изменилось, когда они начали опасаться, что его деятельность может привлечь нежелательное внимание римлян и поставить под угрозу их стабильное положение и благополучие. Ну а фарисеи возненавидели Христа, как я уже говорил, за критику их традиций, за критику их лицемерия, за то, что Иисус находился среди тех, кого фарисеи считали грешниками, ну и, конечно же, за то, что он называл себя Богом. Однажды саддукеи, не верившие в воскресение мертвых, задали Иисусу вопрос о женщине, которая по закону ливератного брака последовательно стала женой семи братьев, каждый из которых умирал. Они спросили, чьей женой она будет в воскресении, пытаясь показать, как, по их мнению, нелогична идея воскресения. Иисус сказал им в ответ, заблуждаетесь, не зная писания ни силы Божьей, ибо в воскресении не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божьи на небесах. А воскресение мертвых не читали ли вы реченного вам Богом? Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. И смотрите, чуть ниже после этого текста есть такая строчка. И слыша, народ дивился учению его, а фарисеи, услышав, что он привел саддукеев в молчание, собрались вместе. Сверхумная религиозная элита после ответа Христа впала в ступор. Отложив все свои разногласия, саддукеи и фарисеи объединились для того, чтобы убить Христа. Позже апостол Павел искусно воспользовался теологическими разногласиями между фарисеями и саддукеями, чтобы избежать осуждения. Когда его арестовали в Иерусалиме и привели на допрос в Синедарион, Павел, зная о разделении в убеждениях присутствующих, заявил, «Братья, я фарисей, сын фарисея, и на суд привели меня за то, что надеюсь на воскресение людей из мертвых». Эти слова вызвали острый спор между фарисеями, верившими в воскресение, и саддукеями, отвергавшими его. В результате собрание разделилось и начались беспорядки. Чтобы предотвратить насилие и спасти Павла, римский командир вынужден был вмешаться, отправив солдат для его защиты. После смерти и воскресения Иисуса многие фарисеи объединились с зелотами и поддержали еврейское восстание 66 года. В отличие от них, саддукеи и христиане остались в стороне и не участвовали в восстании. После разрушения храма саддукеи утратили свое значение как некая партия и прекратили существование, поскольку их деятельность была тесно связана с храмовыми богослужениями и храмовой аристократией. Они не оставили собственных писаний, что также способствовало их исчезновению с исторической сцены. Фарисеи, напротив, не только сохранились, но и вышли на передний план, став основой для раввинистического иудаизма. Хотя они никогда не были монолитной группой, их внутренние дебаты, сохранившиеся в Талмуде, сыграли ключевую роль в формировании будущей еврейской религиозной традиции. Именно фарисеи составили Мишну, важнейший документ, который стал фундаментом для продолжения иудаизма после разрушения храма. Таким образом, наследие фарисеев стало основой современного иудаизма. Если бы история сложилась иначе и фарисеи исчезли бы, а саддукеи сохранились в качестве ведущей силы, то, вероятно, Галаха, как мы ее знаем, сегодня бы не существовала. Не было бы ни Мишны, ни тех еврейских мудрецов, которых назначили авторитетами и на которых ссылаются современные раввины. В связи с этим, я считаю, что сегодняшний Талмуд не следует воспринимать как абсолютную истину. Это скорее допущенный Богом результат случайных исторических обстоятельств, которые позволили фарисеям выжить и выйти победителями в борьбе за религиозное лидерство, пронеся сквозь века устную, придуманную ими традицию, которую так жестко осуждал Иисус Христос.